Вот она, оригинальная Филадельфия. Это мазик, что ли? Мазик? Мазик, да. Всем привет! Вы на канале Покашеваре. Мы сегодня очень нестандартный у нас выпуск, потому что в данный момент я отдыхаю в Таиланде, и я абсолютно не собирался что-либо снимать здесь. Ну, разве что в ложек какой-то. Я человек простой. Ед на океан, значит, и есть надо на океане. Здесь на пляже продают шейки. Что вы? Кокосовый прям в кокосе делают, но я отдельно покажу. Который, вероятно, тоже выйдет на канале, не знаю пока. Но мы поехали, короче, затариваться. Вилла-маркет есть такие, ну, сеть магазинов, как я понял, в Таиланде. Рядом здесь есть супермаркет небольшой, но там толком ничего не купишь. Для того, чтобы что-то купить, надо отправиться вилла-маркет, называется, от которого... до которого ехать лучше всего на такси, и стоит это 200 бат. А это такси, да, такси. Да, вилла-маркет. Вилла-маркет. Сколько? How much? О, Civic. Civic, yeah. И там продают готовые наборы суши. А я человек, любящий суши и вообще любящий рассуждать про суши. Я не мог пройти мимо и с вами не поделиться этим. Первые ощущения такие, что это гораздо лучше, чем вот эта шляпа, которая продается у нас в день, там, в Перекрестке или в Пятерочке. Там, Fresh Good, по-моему, называется. Или Fresh Life, что-то такое. Робин Бобин, вот и поймите, да, вот эти суши отвратительного внешнего вида. Я уж не говорю про вкус. Это ужасно. А здесь это выглядит, в общем-то, довольно достойно. И нам, кстати, дали еще палочки. Прямо на кассе они говорят, нам нужны палочки? Мы говорим, нам нужны палочки. Вот они, суши наборы из Таиланда. Вот. Итак, смотрите, вот здесь сразу можно цены обсуждать, да. Вот такой вот набор стоит 240 бат. Умножаем на 2. 400, 480 рублей стоит такой набор. Тут у нас сушки. Тут несколько роллов. Есть капороллы. Имбирь. И, как бы, какой-то еще один отдельно большой ролл. Цена весьма не дурна. Слушай, 480 рублей, да? На наши деньги это вообще неплохо. А когда бат стоил один к одному, так это вообще прекрасно. В комплекте васаби, имбирек какой-то немножко розовый. А, подожди, это не васаби, а что это такое? Вот это что такое? Нет, это тоже васаби. И вот это васаби. То есть тут есть... Блин, нет, это васаби О, но это соевый соус. То есть это фирма, которая называется васаби О. Но это соевый соус. 4 сушки, 4 ролла, 8 капа и 1 большой ролл, который тоже, ну, типа капа ролл. Вот такая штучка стоит 128 бат. Это, ну, 260 рублей. Давайте округлим приблизительно. Здесь просто что-то типа лосося внутри, майонез или сливочный сыр с риском. Ну, а-ля что-то типа Филадельфия. Плюс икра летучей рыбы. Вот эти роллы вообще по 95 бат, то есть 200 рублей вот такой набор стоит. Это тоже как гунканы, только в омлете они. И вот такие вот жареные пирожки я нашел. И нари суши 95 бат. Соответственно, около 200 рублей стоят такие штуки. В общем, все довольно прикольно выглядит. Довольно аппетитно, в отличие, опять-таки, вот от наших вот этих вот в магазинах продающихся. Это те продукты, которые хочется съесть так или иначе. Начнем вот с этих сушек. Рыбка у них весьма недурна вообще. Я видел лосось, который у них там лежит. Он очень хороший. То есть это пример хорошего лосося. Тут явно нет никакой истории с заморозкой или типа того. Единственное, что, может быть, пока мы ехали, здесь есть уже легкая история с закислением лосось, к сожалению. Ну, потому что, блин, ну мы сколько, 20 минут. Наверное, в тепле он пробыл где-то минут 15 в общей сложности. Какой-либо баночки у нас отдельной нет, где мы можем замесить соус. Единственное, что, можно убрать отсюда вот эти суши и вот здесь вылить соус и замешать его с васаби. Потому что только так едят русские. Воу-воу-воу, вот так вот. И вот так вот обязательно надо испачкаться, естественно, как я. Нам два соуса хватит на обзор. С рыбкой, в принципе, явно нет проблем. Давай попробуем, как у них это все вместе с рисом обстоит дело. Ох уж эти тайцы положили хорошего лосося на отвратительно сваренный рис. Зачем они это делают, непонятно. А, наверное, возможно, они не смотрят ролики школы сушистых. Короче, рис отвратительный, но смотри. По рису видно, что все, что можно было в этом рисе добыть в виде крахмала, это добыто. То есть это скорее пластилин, нежели рис. То есть от этого риса как раз все хорошие сушистые в Москве пытаются отходить. А это чисто такой вот именно азиатский стиль. То есть когда все очень клеится. То есть он уже превратился. Ну реально, вот видишь, там нет рисинок как таковых. Есть такой рис, неприятно. Ролл с крабовой палочкой. Вот интересно, какие у них крабовые палочки. Просто оценим. Ну а крабовые палки, кстати, вкусные в Таиланде. Хорошие такие, сочные. Вообще ничего общего с крабом нет. Равно как и у нас, но сочные. Имбирек тоже такой довольно нежный. Имбирь довольно прикольный. Он замаринован так, что он не очень ядленый становится. Вот это хорошо. У нас в Москве есть красный и белый имбирь. Вот белый он, как правило, чуть понежнее, чем красный. Вот этот похож на белый имбирь. Да, он, в общем-то, и внешне больше похож на белый имбирь, чем на красный. Потому что он розовый, ближе к белому. Вот такие истории. Ладно, но это Калифорния по видению тайцев. Свернуто. Стремно. Стремно свернуто, но тем не менее. Давай пробовать. Блин, ужасный рис. Он еще заправлен как-то странно. То есть такое ощущение, что в нем тупо сахар. Вот заправка для риса, она кисло-сладкая. И при этом она не играет, в принципе, очень большой роли. Ну, то есть они не доминируют во вкусе. Ну, вот как мы у себя заправляем. А тут получается просто, как будто бы сахарный сироп добавили для того, чтобы это склеивалось. Да зачем вам сахарный сироп, чтобы склеивалось, если вы и так доводите рис до состояния крахмала и кашки. Ой, короче, ладно. Ну, вот это что-то такое интересное. Смотри, тут вот побольше лосось, а тут нет, все равно рис есть. Сверху майонез. Судя по плотности, кстати, это прям хеллманс. И все, и там сразу начинается рис. То есть вот чуть-чуть сверху мазика, рыба и рис. И нори в виде просто таких вот полосок на крошинку. Рыба, мазик, икра и отвратительный рис. Из-за того, что здесь мазик, мазик любую еду делает более съедобной. Здесь меньше чувствуется рис, меньше акцента на нем. И больше акцента на сам мазик и на рыбку, которая хорошая. То есть рыба в этом блюде прикольная. И вообще формат довольно интересный, кстати. То есть мне кажется, если вот этот ролл сделать с хорошим рисом, он будет интересный. Немного еще сливочного сыра было бы вообще не лишним. Кстати, для меня всегда была загадка. Лучше ли российский сыр от производства Хохланд, сыр Кремет, чем Филадельфия? Та самая, с которой начинались вот эти все роллы Филадельфии и так далее, и так далее. Я сегодня купил здесь, в Таиланде, сыр Филадельфия тот самый. Сейчас принесу и попробую. Вот она, оригинальная Филадельфия. Та, которая у нас когда-то продавалась. И все сушильни ей пользовались. Я уже сто лет ее не пробовал, поэтому хочу сейчас все-таки поставить все точки нады. Лучше ли, что мы используем Кремет, нежели сыр Филадельфия или нет? Структура Филадельфии, она немножко отличается от Кремета или аналогичных сливочных сыров, которые мы сейчас привыкли использовать. То есть Хохланд, он чуть более плотный. Здесь он жиженький такой довольно. Момент истины. Сыр Филадельфия. Сто лет не дует. Услышите, хотите прикол? Я вам сейчас скажу очень странную вещь, но вот эта вот оригинал Филадельфия, она по вкусу как самые дешманские аналоги сыра Кремет. Серьезно, оригинальная Филадельфия по вкусу хуже, чем то, к чему мы пришли, заменяя эту Филадельфию в суши и роллы. То есть Кремет от Хохланд плотнее, вкуснее. Но в то же время вот эта Филадельфия, она как будто с кишей недоделанный сыр. Она вкусная, то есть на бутерброд эту Филадельфию положить базара нет. Положите на тостик, будет вкусно. Но Кремет вкуснее по вкусу. Ну, серьезно, я знаю несколько заведений, ну вот в частности в Питере, которые специально используют Филадельфию в роллах. И мне кажется, не стоит. Кремет вкуснее Филадельфии. Все, ребят, такая мини-рубрика в обзоре. Точки надыра ставлены, Кремет круче. Теперь попробуем вот эти суши в омлете. Но смотри, тут в общем-то тоже они без особой какой-то идеи. Там внутри рис и сверху просто навалены водоросли чуки. Есть подозрение, что они без какого-либо соуса. А сами по себе они предельно пресные. Они все-таки замешаны с соусом. А вот это блюдо довольно прикольное. Опять-таки, благодаря водорослям. То есть то, что там рис, он такой клейкий. И вот этот блинчик, он тоже довольно клейкий. Это никак не портит это блюдо. А скорее в целом создает какую-то такую эмульсию. Эмульгирует все вместе продукты. И получается довольно съедобно. По вкусу хорошо. Благодаря тому, что водоросли заправлены ореховым соусом. Если бы этого не было, то это было бы вообще абсолютно ни о чем. Но вот такая же штука, но с икрой. Я не думаю, что она может как-то впечатлить. У нее опять-таки она максимально нейтральная. Ореховый соус не выручит то, что его здесь не может быть. Ну да. Гораздо скучнее эта история. В общем, довольно любопытно. Не, ну слушай, учитывая, что вот это вот за 200 рублей. Вот это вот за 200 рублей, наверное. Вот это я бы заказал бы себе. Заказал бы я уже категориями Москвы, конечно. Сходил бы. Заплатил бы 200 бат за такси, точнее. Приехал бы и купил. Это вкусно. Что касается суши и вот таких вот явно тем, к которым мы привыкли, роллы суши, то вообще ни о чем в Таиланде. Это невкусно. Вот. У нас есть еще такие вот запеченные тоже блинчики, что ли, да? А, ну тут вообще тупо рис. Тут даже нет намека на что-то помимо риса внутри. Ну давай, тем не менее. Раз уж купил, попробуй. Тоже 200 рублей, получается, стоит. Сам блинчик еще довольно интересный. Слушай, это сам блинчик сладкий. Это, походу, не чука дает вот эту сладость. Сам блин тупо сладкий. Не. Чука тоже чем-то заряжен все-таки. Дополнительно. Короче, нормально. В общем, вот эти штучки тоже съедобные, только потому, что сладенький, сладенький блинчик. Но в целом, в целом, конечно, несмотря на свежесть лосося, все остальное довольно удручающе. Я, честно говоря, и не ожидал, что азиаты будут делать суши роллы лучше, чем там делают в Москве уже хорошие заведения. Пожалуй, нет. То есть, уровень лосося, который здесь, он свежий. Он такой же свежий в Москве приезжает, там, с Фарарских островов. Рис гораздо вкуснее делается в Москве. И заправка, и варится он гораздо правильнее. Все остальное, ну, блинчик вкусный, да, майонез Хелманс точно такой же используется в сушках, которые мы смотрели до этого с рисом и икрой. В общем, и в целом, неинтересно. Поверьте мне, вот если вы живете в Москве или других больших каких-то городах, да и не обязательно больших, даже сетевушка какая-нибудь, сетевая сушильня сделает, ну, блин, ну, вкуснее. У них в целом, как бы, даже рыба может быть хуже, вот сам лосось может быть хуже у них, чем здесь продается. Но ролл будет вкуснее, потому что как-то он более русифицирован уже, что ли. Вот такая вот история. Тетку с мышкин голосом. Ну, это же Таиланд. Да. О, кстати, очень вкусные здесь крабы. Это суша с крабом была вот эта, да, наверное? Конечно, конечно, натуральный краб. Прям в паламбу краба тебе туда положили. Это сарказм, это крабовая палочка. Но она у них действительно вкусная, кстати. Ну, рис переваренный, я сразу говорю, он как каша. Московские суши вкуснее любые, да? Насчет сетевушки я не знаю. Я вам сразу скажу, что роллечки очень аккуратные. Они не такие прям, не разваливаются, ничего с ним такого не происходит. Видите, как все смялось. Аккуратные, говорит, роллечки, ничего не разваливаются. Видите, ну, потому что они их вот так вот сжали, смяли. И они в коробочке так очень грустненько лежали. Видите, вот то, что с ними получилось. Но они не разваливаются при этом. Вот там у них огурчик, крабовая палочка и кашица такая. Кашка. Кашка. Правда, я не любитель роллов, сразу вам скажу. Такое ощущение, что ты ешь рисовую кашку. О, а это вот большой кусочек. Ну да. Ну это вообще даже, мне кажется, не омлет, Виталь. Это не похоже на омлет. Это омлет такой? Ну, я не думаю, что это омлет, я это омлетом называю. Что это такое? Это не... Какой-то блинчик сладкий. Это вот, кстати, очень похоже на блин, именно. Но он яичный. То есть это чисто приуколый. Почему? Если ты в яйца добавишь муку, там явно есть что-то мучное. Ну, получится, блин, пожалуйста. Вот это вот есть у нас. Я не знаю, что это. У меня муж намного лучше в этом разбирается. А я вот так. Здесь вот растаявший сыр, он уже успел подтаять. Потому что это майонез. Это мазик, что ли? Мазик? Мазик, да. То есть я сейчас буду есть рыбу с мазиком. Рыба, кстати, очень вкусная рыба. Она, кстати, ворту. Переваренный рис, опять кашка традиционно. В общем-то, ничего не меняется. Но за счет рыбы я поставлю 3 с плюсом. Зато, знаете, что у меня есть? Фух-хух-хух. Мне вот это все, что осталось, мне уже не нужно. А вот эта вот эта тема. И это что, тоже с рисом, что ли, какая-то семья у тебя? Все, я поняла. Да у них все, везде рис, рис, а и что-то сверху. И сверху, и что-то сверху, да. Что еще сказать? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь не на мой канал. Ставьте не мне лайки. Ставьте не мне лайки. За счет этого я буду ездить на экскурсии по фильму «Аватар». Правильно. И есть суши в Таиланде. Да. Не да, а говори все, как я сказал. Говори, говорю. Ну, в общем, что, спасибо вам за просмотр. Вот такой вот внеплановый обзорчик на суши и роллы из Таиланда. Я надеюсь, понравилось. Ставьте лайки. Извините, что я вас бешу тут своим блаженным состоянием. Я сижу тут рядом с лагуной. Дальше у нас там Индийский океан. Ну, точнее, море какое-то. Часть этого Индийского океана. И все, в общем, прекрасно. Хукет – это хорошо. Хукет – это красиво. Вот. И приятно. В общем, не мог я не снять этот обзорчик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И бла-бла-бла. Всем пока. 25 секунд еще поснимай, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!